Шестилетний Марк только утром был переведен в обычную палату. Накануне вечером попал в реанимацию областной детской. Рассказывает, как после чашки чая его привезли на скорой в клинику. Я хочу сделать чай, но разлил горячий чай на себя. Так. Да, хочу сделать чай, но такой вкусный. Было вкусно, но больно, да? Да. И мне было очень больно. Да, расскажи, что ты почувствовал, Марк? Еще рука болит. Еще руку пролил тоже горячим чаем. И мне было очень больно. Его мама говорит, больно вспоминать, как мальчик закричал и стал стягивать футболку вместе с обожженной кожей. И страшно, что не можешь помочь ребенку облегчить состояние. Полностью на этом месте вообще нет кожи. То есть, вот. Конечно, я ему быстренько сняла, полила водой, вызвала скорую. Нас привезли, конечно, сюда. Сразу же в реанимацию, потому что он был в болевом шоке. Его выводили с шока. Вот. Поражение вот тоже у нас такое, немаленькое. Около 25% детей из общего числа ожоговых ежегодно проходит реанимацию. Сроки их лечения зависят от площади и степени поражения. Но в среднем занимает не один месяц. Раньше таких пациентов приходилось перевозить в федеральные ожоговые центры. С 2021 года детей от рождения и до совершеннолетнего возраста лечат у нас в специальном ожоговом отделении. Оно было оборудовано в рамках проекта «Решаем вместе», который инициировал губернатор. В нашу больницу, областную детскую клиническую, было закуплено довольно большой объем оборудования. Это оборудование для обновленного детского травматологического пункта, оборудование для эндоскопического отделения, для операционного блока, для рентгеновской службы. И, в частности, очень дорогостоящие объемные оборудования для ожогового блока, в котором мы сейчас находимся. Ожог считается травмой тяжелой, и при них важно, чтобы пораженная кожа не травмировалась еще и механически, например, при переноске детей. Оборудование помогает это минимизировать. Эти противоожоговые кровати называются флюидизирующими. В них находится мелкодисперсный песок, который под воздействием воздуха как будто бы бурлит, и создается такое очень приятное ощущение невесомости. И поэтому детишки, которые лечатся на этих противоожоговых кроватях, у них как бы снижается болезненное ощущение, и раны заживают гораздо быстрее. Ребенок на вот такой вот подъемнике поднимается. Этот подъемник спокойно двумя пальчиками можно перевести над каталкой, также опустить его и перевести в соседнюю комнату, где у нас находится операционная. В ожоговом блоке своя изолированная вентиляция и своя операционная, чтобы юные пациенты с термическими травмами не пересекались с другими. В операционной под наркозом проводят перевязки. Их у одного ребенка бывает до десятка. Здесь ожоговые хирурги удаляют омертвевшие ткани и делают пересадку кожи. Это у нас роторный дерматом, с помощью которого мы можем производить некроктомию, либо взятие лоскута кожи для дальнейшей его пересадки. Это у нас перфоратор, с помощью которого мы можем увеличить сам лоскут. То есть, например, мы берем незначительный участок, примерно 3 на 3 сантиметра. С помощью данного оборудования мы можем сделать 9 на 9 сантиметров. За последние три месяца в ожоговом блоке вылечили троих малышей от года до трех лет. Здесь спасали жизни пациентов с ожогами до 50% тела и выше. Дмитрий вспоминает одну маленькую девочку, которая получила ожог 45% тела из-за того, что на ней загорелось платье. Из них 30% это был глубокий ожог, который требовал пересадки. Проблема заключалась в том, что это было достаточно все мозаично на коже. И участки, из которых можно было брать кожу, они находились в разных местах. Это затруднял процесс, но благодаря вот этой структуре, которая организована здесь, конечно, девочка спасена достаточно с очень хорошим косметическим эффектом. Счастливых результатов было бы меньше, если бы не комплексная терапия и работа всех служб. Первые сутки за жизнь обожженных детей борются реаниматологи. Выводят из шокового состояния. А уже после того, как жизни пациента ничего не угрожает, и он прооперирован, то следят, чтобы все хорошо прижилось. Это дети, которые требуют комплексной терапии кардиотониками, прессорами, специальными сбалансированными кристаллоидными растворами. Очень большое количество идет компонентов и препаратов крови, антиоксидантной терапии, витаминотерапии. И не учесть какой-либо фактор, это значит подвергнуть риску не только состоянию, но и отдаленный прогноз у ребенка. Помощь детям с термическими травмами оказывается круглосуточна. Специалисты областной детской прошли обучение в федеральных ожоговых центрах. Всего с 2021 года они спасли жизни 30 юным пациентам с тяжелыми ожогами. Наталья Сергеева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».